В связи с тем, что удалось добиться приемливого качества звука от выносного микрофона, который сейчас закрыт кожаным чехольчиком, приклеенным к низу стекла на шлеме, замотан изолентой, поролончиком и в экшн-камере установлена минимальная чувствительность микрофона. Все эти меры позволили добиться приемлемого звука, в связи с тем, на радостях, сейчас проведем небольшой ликбез по взлету, посадке, постараюсь покороче, не знаю как получится. Так, значит, взлет состоит из двух частей, разбег и набор высоты. Вариантов разбега я лично знаю два, ну, даже три, отличаются они положением ручки трапеции. Первый вариант, ручка уперта в подкос, второй вариант, ручка в балансире или чуть дальше, и третий вариант, ручка прижата, то есть ближе, чем в балансире. Вот три варианта трапеции на разбеге, тяга двигателя на разбеге обычно дается максимальная. Ну, собственно, и все, пробуем. Первый вариант. Первый вариант. Значит, чем он хорош? Деталет сам определяет момент отрыва. Вот он, оторвались, ручку прибираем и набираем плавненько высоту. Но этот вариант не подходит при взлетах с боковым ветром, потому что у нас скорость еще не набрана, а переднее колесо уже отрывается от полосы. И задние колеса продолжают бежать по полосе, ветер боковой, крыло начинает поворачиваться против ветра, то есть на ветер, допустим, влево, если ветер слева, боковой. А колеса стараются телегу держать соос на полосы, то есть прямо, и у нас получается такой крестик. Узел подвеса начинает сворачиваться, но он, конечно, выдержит это, но нехорошо. Аппарат начинает кренить. Вот, поэтому вот этот первый вариант отрыва при боковом ветре, он нежелателен. Желательно сначала набрать скорость излишнюю для взлета, подержать аппарат на полосе, то есть прибрать ручку, а потом толкнуть ее от себя, сейчас мы это все продемонстрируем, и взлететь уже, оторваться, то есть от полосы со скоростью, с запасом скорости. Тогда у нас отрыв колес произойдет почти одновременно, ну, там разница будет какая-то, может, четверть секунды. Развернуть нас не успеет, поэтому при боковом ветре надо набирать скорость, потом отрываться. Так, раз сейчас будем приземляться, про посадочку немножко расскажем. Значит, на дельталете желательно посадки совершать на холостых оборотах двигателя, либо вообще выключать двигатель, ну, выключать это небезопасно с такой полосой, как у меня, она и короткая, и тупиковая. Вот, поэтому сейчас на холостых оборотах. Вот холостые обороты сделали, сбросил газ, и вот мы снижаемся. И смотрим, что делает торец полосы. Вот в данном случае он ползет под аппарат, то есть мы перелетаем полосу. Проваливаем аппарат, проваливаем, теперь мы полоса не долетаем, отпускаем, набрали скорость, отпускаем трапецию и начинаем гасить скорость. Вот обозначим торец, у меня один, второй. Вот мы его перелетели, и теперь гасим скорость от себя, от себя, от себя, от себя. Оп, коснулись. Вот такие действия при перелете полосы. Перелет полосы лучше, чем недолет при остановленном двигателе, потому что при недолете вариантов нет. Никаких сесть на полосу при перелете, как видите, я показал, все очень просто. Так, сейчас будем взлетать, то есть показываем второй вариант разбега. Вот он, ручка, ну вот балансир, а вот так чуть дальше балансира, разбегаемся. И вот теперь, хоп, ручка от себя, и у нас аппарат взлетает. Кроме отрыва от полосы, существует еще два варианта, ну я знаю два варианта набора высоты. Первый вариант, вот сейчас вы видели, после отрыва даем аппарату набирать высоту. Ну, насколько интенсивно, это зависит уже от положения ручки трапеции, и от тяги двигателя, то есть от педалей газа. Насколько, сколько лошадей у нас выдает мотор, соответственно, также набираем и высоту. Если мы не препятствуем набору высоты ручкой, для чего препятствуется набор высоты ручкой, сейчас это все покажем, чтобы у нас аппарат набрал скорость, пока он низко над полосой. То есть на высоте там метр, полметра, два метра, не особо принципиально. Суть в том, что высота маленькая, один-два метра, и если у нас после отрыва происходит какой-то сбой в моторе, он там чихнул, кашлянул, пернул, лучше не взлетать на таком моторе, лучше сразу приземлиться. Если полоса длинная, не такая, как у меня тут 260 метров, а минимальная полоса настоящая, где-то метров 400, вот эти у кукурузников все поля опылялись с полосы 400 метров. Вот. Разбег где-то метров 100, 120. Разбег происходит, потом отрываемся. Алло. Да. Слушай, позвони мне этот самый, я же на даче, будний день, компьютер-то в городе, все как на работу выходить, так нам тебе не дозвонит, а мне ты в воскресенье даже звонишь по рабочим делам, даже отдохнуть не даешь. Ну, вчера я был в городе, да, не удалось уехать, думал, уеду вчера, но не удалось уехал сегодня. Все равно, я же тебе говорю, без бухгалтера мы там не разберемся. Во вторник пойдешь и с бухгалтершей там все обсудите, что за что. Давай. Так, на телефонный разговор меня отвлекли. Про что мы говорили, про что мы говорили, про что-то говорили. Уже не помню, про что мы говорили. А, про... чихнул, пернул мотор. Вот, значит, аппарат оторвался от полосы, мы его держим на высоте 1-2 метра, сейчас покажем, как это делается, и набираем скорость. А уже когда набрали скорость, тогда начинаем набирать высоту. Скорость это безопасность, высота тоже безопасность. Ну, на взлете резко высоту нам не набрать, непосредственно после отрыва, поэтому набирать можно только скорость. Скорость тоже дает безопасность, потому что можем потом уже ей распоряжаться, превратить горизонтальную скорость в вертикальную, подняться повыше. Ну, короче, скорость это благо. Вот ее и набирают. Так, сейчас мы это все покажем, а пока будем заходить на посадку. Сейчас чуть-чуть наберем. Наберем чуть-чуть. Мы показали недолет до полосы. Вот, 70 метров высота. Вот мы идем, и, допустим, вот здесь сбрасываем газ. Вот мы газ сбросили. И смотрим, что у нас делает торец полосы. Торец это вот, где там вот у меня узкая, широкая сено, где переходит. Похоже, недолет показать не получится. В этот раз. В этот раз получается все равно перелет, потому что ветер попутный, как по дыму уже видели. Проваливаем аппарат. Недолет покажем следующий. Следующий заход на посадку. Гасим скорость, гасим скорость, гасим скорость. Задние коснулись, передние коснулось. Ручку к себе, тормозим. Гасим скорость. Так, сейчас, сейчас, сейчас мы оторвемся от полосы. И не будем давать аппарату набирать высоту. Будем набирать скорость. Сейчас мы это все покажем. Ну, можно даже, вот он, третий вариант. Отрыв от полосы, ручка к себе. Развлекаемся. 40, 50. 80, 90. Вот отрыв пошел. И отрыв машинобор. Вот у нас была большая горизонтальная скорость, и мы резко набрали высоту. Вот уже высота 60 метров. И, если сейчас мотор у нас чихнет, мы всегда можем, оп, развернуться, развернуться, если мотор заглох. Высота у нас была 60. Вот она все еще 60. Видите? Вообще никаких проблем. Даже перелет получился. Ну, соответственно, проваливаем аппарат. Ну, сейчас сходиться не буду, пройдусь с полосой, чтобы время не тратить. Значит, вот для чего нужен набор скорости до набора высоты. Чтобы, если мотор при наборе высоты чихнет, у нас была хотя бы скорость. Дорогой там вообще остатки фундаментов каких-то сараев древних. Вот. У меня тут такой вариант не прокатит. А на нормальной полосе, если мотор чихнул после отрыва от полосы, мы держим аппарат на высоте 1-2 метра, и успеем не совершить взлет, а остаться на полосе. Вот для чего нужен набор высоты после набора горизонтальной скорости. Так, что мы хотели? Мы хотели показать недолет до полосы. Сейчас попробуем его показать. Ветер, он видно. В данном случае он попутный. Можно, конечно, с той стороны зайти на посадку, но с той стороны у меня полоса тупиковая, там деревня, дома. Чтобы местных жителей не раздражать, я стараюсь оттуда не заходить на посадку. Так, рановато начал поворачивать. А захожу на посадку обычно с этой стороны. Встречный ветер, попутный, боковой. Похрен. Всегда стараюсь отсюда заходить. Ну вот, что тут у нас? 70 метров. Ну вот, мы газ сбросили. Газ сбросили, вот, развернулись. Развернулись. Допустим, у нас заглох мотор. Вот он заглох. Высоты мало, 60 метров. До полосы еще далеко. Пытаемся дотянуть. До нее улучшаем эродинамическое качество крыла. Вот ее толкаем от себя трапецию. Аппарат снижается вон полтора метра, даже меньше, чем полтора метра в секунду. Слушайте, он сейчас дотянет. Блин. Может дотянуть запросто. Может запросто дотянуть. Вот зараза. Опять не удалось показать недолет до полосы. Да. Поговорят, мастерство не пропьешь. Сейчас попытаемся же таки сделать. Не дает до полосы. Но зато вы сейчас увидели, как спасать ситуацию, если у нас мотор заглох, а до полосы еще далековато. Толкаем ручку трапеции от себя. Улучшаем аэродинамическое качество крыла, о котором я рассказывал в обзоре дельталета. Снижается вертикальная скорость. Аппарат летит лучше дальше. И, как видите, мы дотянули до полосы. Так, разбегаемся. Вот так он быстрее на траве взлетает, если ручку в подкос. На асфальте быстрее взлетает, если ручку в балансире или чуть ближе держать. Ну, в районе балансира. Поскольку переднее колесо опущено при разбеге, ручка получается чуть ближе балансира. А на траве лучше ручку подкос. Аппарат быстрее отрывается от полосы. Но это если нет бокового ветра, как я уже говорил. Так, что тут у нас? 70 метров. Ну, сделаем поменьше. Сделаем поменьше. Сделаем поменьше, чтобы у нас гарантированно получился недолет. 60 метров. Вот 50 метров. Зайдем вот сюда, над лесочком. На этих 50 метрах развернемся. И покажем, что такое недолет до полосы. Вот даже 45. Вот 50. И у нас здесь заглох мотор. Мотор заглох. Сдаем ручку от себя. И пытаемся дотянуть, дотянуть до полосы. Но аппарат неминуемо снижается. Вот. Чуть больше метра в секунду. Вон полоса. А мы уже ля-ля-ля. Прощелкали клювом. Вот это недолет. Здесь уже вариантов нет. Надо будет выбирать какое-то более-менее ровное место. А его тут нет. Вон тут, смотрите, смачные неудобья. Кусты в кустах. Там куски фундамента. Вот. Недолет штука. Намного более опасный, чем перелет. Поэтому недолет лучше не допускать. Если полоса не имеет зоны безопасности до торца, что там можно сесть, то обычно настоящие полосы имеют такую зону. На моей такой вариант не прокатит. Если недолет, то надо лучше там вот на поле садиться даже. У меня, кстати, там сделана, сейчас покажем, запасная полоса аварийная. В этом году, правда, я ее не косил. Забленился. Да и некогда. Вон там халтура, грузовик в порядок привожу. Остальные всякие дела. Вообще полоса существует. Так, значит, я взлетел, оторвался от полосы, мотор у меня заглох. Ну, так немножко видно. Вот она. Сейчас мы над ней пройдем. Тут местные уже на тракторах поездили, на мотоблоках. Вот здесь видно, косилось. Вот у меня аварийная полоса. Вот отсюда она примерно начинается. Вот она длится, длится. Вот она длится. Все еще длится, длится. И здесь она еще длится. И где-то вот здесь вот она кончается. То есть, если у меня после взлета мотор глохнет, я буду стараться дотянуть вот до этого поля, перетянуть фундаменты, разрушенные тракторной колеи, точки, канавы, и дотянуть вот до этой запасной полосы. Это я так подготовился в связи с тем, что у меня полоса тупиковая, во-первых. Во-вторых, за ней неудобья. Так, 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 так. А, собственно, что? Собственно, что вроде рассказали про взлет-посадку. Но, как я уже говорил в предыдущих роликах, данный ролик не предназначен для использования при самостоятельном обучении полетам. Это очень опасно. Этот ролик предназначен не летающим, кстати, общее представление об управлении дельталетом, а тем, кто учится летать с инструктором или с опытным пилотом с каким-то, пояснить какие-то нюансы дополнительные, так сказать, с моей колокольни. Я не инструктор, не профессионал, обычный любитель. Вот, что-то я вижу под своим углом зрения, какие-то моменты, которые вам может инструктор не рассказать. Может быть, я их расскажу. Вот такая цель данного ролика. Пополнить какие-то пробелы, которые могут быть при обучении. И плюс наглядно показать, как это все происходит. Так, ну, собственно говоря, разочек сядем с другой стороны, пока ветер встречный. Времени еще мало. Вон, полвосьмого. Народ не спит. Пролетим тут над домом соседа. Надеюсь, он ругаться не будет. И покажем, так сказать, посадку против ветра. Ветер хоть и не небольшой, но все-таки он нам поможет. На маленькой скорости зайти, приземлиться. Главное тут провода перелететь. Вода не провода. Вот мы их перелетели. Ну, не особо, конечно, ветер чувствуется встречный. Вот, приземлились. Пробег совсем небольшой, потому что посадочная скорость была минимальная. А минимальная она потому, что вот какие красивые облака, но зараза далеко-далеко. Это километра, наверное, два с половиной. Может быть, даже три. Не полезу в них сегодня. Не полезу. Так, полюбуемся. Облака красивые. Вот, собственно, на этом можно заканчивать, наверное. Потом, если что, забыл, дорасскажу. Выключаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...